приветствую вас на моем канале и сегодня мы поговорим про мелкоточечный кератолиз сколько я занимаюсь педикюром часто ко мне приходят девочки у которых на стопе я вижу такие точечки или дырочки буквально каждая третья девочка страдает таким я у каждого преподавателя когда училась научных курсов спрашивал что это такое что с этим делать и никто мне четко ни разу не ответил поэтому я сейчас вам всем рассказываю то что я нашла я упорно искала информацию и что это такое почему и выяснила что это инфекция то есть картина может быть разно мелкие точечки на стопе на пятке на подошве может быть и покрупнее выражается это заболевание в том что на ступне появляются точечки белесые либо даже дырочки может быть множество дырочек которые сливаются уже в такие агломераты то есть до очень плохого состояния это может доходить если не принимать никаких действий не менять свой образ жизни особенно этому подвергаются часто вот смотрите это очень уже плохое состояние которое нужно обязательно лечить вызывают эти дырочки бактерии микроорганизмы которые поселяются на коже стоп они могут там жить благодаря тому что стопа влажная эти бактерии в процессе своей жизнедеятельности продуцируют фермент кератиназу который разъедает проедает буквально в коже маленькие дырочки бактерии там поселяются в этих дырочках им там жить еще лучше их оттуда не водой уже не так легко вымыть эти дырочки углубляются бактерии там размножаются все это приводит к неприятному запаху к тому что защищаясь кожа стопы утолщается нарастает но не надо думать что этими бактериями вас кто-то заразил или вы пошли в бассейн и там наступили в какую-то грязную воду от кого-то заразились эти бактерии синегнойной палочкой и различные виды коков они живут вокруг нас вполне спокойно и попадают на кожу но скажем кожа рук у нас сухая она не находится во влажной среде и они там не могут размножаться в то же время если они попали на кожу ног которая долгое время в сырости в тепле это для них очень благоприятная среда там бактерии начинают активно размножаться проедать те самые дырочки в стопе и поселяться в них это не очень опасно на самом деле то есть с этим живет огромное количество людей которые даже не подозревают ну зачесалась нога почесал и все блин прошло в летнее время это может проходить допустим когда человек ходит в открытой обуви и нога сухая в другой сезон это может опять появляться но я считаю что надо это не запускать потому что во первых неприятный запах неприятные ощущения и никому это не надо так что будем лечить естественно я предлагаю вам не заниматься самолечением лучше всего пойти в дерматологу который возьмет соскоб и определит конкретный тип возбудителя чтобы подобрать конкретный антибиотик от этого возбудителя а также врач должен исключить дерматофитию и грибок хотя вы если ноги влажные то грибок может быть тоже врач назначит вам лечение скорее всего это будет мази с антибиотиками и и в некоторых случаях назначают также антибиотики внутрь например эритромицин внутрь могут назначать прием со своей стороны вы должны постараться содержать кожу стоп в чистоте в сухости то есть при первой возможности менять обувь переодеваться не ходить допустим сапогах на работе обязательно иметь сменную обувь которая будет открытая либо перфорированная в которой ноги будут у вас не потеть также очень желательно не носить капроновые колготки носить хб-носочки и например если в туфлях можно ну какие-то коротенькие буквально такие которые закрывают стопу хб-носочки одеть прямо под колготки потому что капрон он не отводит влагу от ноги таким образом создает благоприятную среду для размножения бактерий обязательно нужно мыть ноги два раза в день утром и вечером с антибактериальным мылом хорошо их просушивать одевать чистые носочки ежедневно стараться сушить свою обувь очень хорошо если это будет ультрафиолетовая сушилка и также нужно бороться с потливостью стоп то есть это могут быть различные ванночки я дальше привожу народные рецепты разных ванночек для уменьшения потливости есть дезодоранты можно протирать спиртом в конце концов и есть еще ботулинотерапия это то есть вы идете к косметологу и он делает инъекцию в потовые железы ботулина ботулотоксина и это на время замедляет выработку пота то есть ваша нога больше не будет потеть будет сухой также могут применяться физиотерапевтические процедуры это будет электро либо иона форес с флоридом алюминия либо серебром но это вам все уже назначит врач но я знаю что вы все равно никаким врачам скорее всего не пойдете поэтому привожу список препаратов которые применяются но учтите это антибиотики так что будьте с ними осторожны вот эритромициновая мазь бактробан то что можно купить в любой аптеке по статьи мурова смазывайте в принципе это не сложно главное держать ноги в сухости и в чистоте дальше привожу народные средства которые могут снизить потливость ног то есть даже обычный черный чай если делать с ним каждый вечер ванночки дальше настойка кровохлебки тоже можно делать ванночки можно делать компрессы также настойка дубовой коры вот вы можете поставить на паузу сделать скриншот и записать себе эти рецепты использовать их вот и вся информация которая хотела с вами поделиться на сегодня если видео было полезным то ставьте лайк подписывайтесь на канал также буду благодарна комментариям то есть встречались ли вы в своей работе с такими стопами видели ли эти точечки то есть мне допустим многие преподаватели говорили это просто гипергидроз но ребят на гипергидроз не вызывает точечки не все влажные стопы имеют дырочки это не просто гипергидроз так что будьте внимательны к своим ногам к ногам своих клиентов всем спасибо за просмотр до свидания до новых видео